Друзья, всем привет! Меня зовут Настя и сегодня мы будем слушать Ямахи из пластика и алюминиевые джиннелеки. А также узнаем, почему последние стоят в два раза дороже. Поехали! Рекомендую слушать наш тест в наушниках. Рекомендую слушать наш тест в наушниках. Рекомендую слушать наш тест в наушниках. Я. 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 мы услышали, звучание мониторов абсолютно разное. Джиннелеки гораздо сильнее приблизились к эталонному звуку, и это хорошо, учитывая их цену. А Ямахи показали свой характер во всей красе, которую многим приходится по вкусу. Вашими впечатлениями от прослушивания, пожалуйста, делитесь в комментариях. А теперь давайте поставим мониторы рядом друг с другом и посмотрим, чем они еще отличаются. Корпус у Ямах объемнее, но именно Джиннелеки воспроизводит более низкие звуки, возможно из-за расположения фазоинвертора сзади. Размер динамиков у этих моделей одинаковый. Обратите внимание на необыкновенные вогнутые защитные сетки у этих мониторов. Наверное, в этом есть какое-то таинство, но главное, чтобы они защищали динамики от шаловливых ручек маленьких детей. Вы можете отрегулировать количество высоких и низких частот на задней панели мониторов. На Джиннелеках сделать это голыми руками не получится, слишком маленькие переключатели. Разъемы втыкаются в Джиннелеки вертикально и не торчат. А на Ямахах все как обычно. Ямахи имеют массивный радиатор, а Джиннелеки сделаны из литого алюминия и прекрасно рассеивают тепло. Также они занимают меньше места на столе, а закругленные грани минимизируют дифракцию. В общем, мониторы очень разные. На этом все. Спасибо, что нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал и, может быть, я для вас танцую. Пока-пока!